Гройсман 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 – человек близкий к Порошенко, это совершенно очевидно. Он человек, который старался соблюсти некую сдержанность, в принципе позитивную для политика, который видит перед собой длительную политическую карьеру, он не был отмечен с нашей точки зрения какими-то очень жесткими антироссийскими высказываниями, не более чем другие украинские политики, он здесь не выделялся на этом фоне, и естественно не составлял, и я думаю это позитив для него, конкуренцию ни Турчинову, ни самому Яценюку. Гройсман считается технократом, мне кажется, что он должен извлечь определенные уроки из деятельности Яценюка. Значит, сейчас для Украины важна не столько идеология, сколько практическая, разумная, здравая экономическая политика. Вот если он пойдет по этому пути, то я думаю, что его примерство может быть по результатам более успешным. У меня нет особых иллюзий насчет политических ориентаций Гройсмана. Дело в том, что мы его знаем по давно обсуждавшейся теме создания межпарламентской группы, контактной группы в рамках парламентской ассамблеи ОБСЕ. Решение об этом было принято с согласием Украины в июле 2014 года в Баку. И вот два года украинская сторона, хотя, повторяю, было дано согласие, и она участвовала на первом учредительном заседании этой группы, украинская сторона блокирует работу. Причем мы особо не уговаривали, что называется, этим занимались другие люди. Председатель парламентской ассамблеи ОБСЕ Финн Конерва, немцы в этом участвовали, другие страны. Но вот от Гройсмана все время получали мы негативные ответы, и он раз за разом срывал все мероприятия, которые могли бы привести к созданию вот такой межпарламентской контактной группы в парламентской ассамблее ОБСЕ. Это стало уже там вызывать достаточно большое раздражение и в руководстве парламентской ассамблеи, и в ряде национальных делегаций. То есть из этого я могу сделать вывод, что ожидать от Гройсмана какой-то самостоятельной позиции, самостоятельной роли в политике, я думаю, что не приходится. Я думаю, что это будет в значительной степени техническо-прагматический премьер, который постарается не действовать в логике Яйценюка, а найти свою собственную логику. Ждать от этой замены изменения подхода Украины к, скажем, Минским соглашениям, к проблеме Востока Украины, мне кажется, преждевременно. Давайте посмотрим, как будут развиваться события. Думаю, что это все-таки епархия Порошенко, прежде всего, а не премьер-министра. Конечно, Яйценюк, так сказать, фонд создавал негативный для выполнения Минских соглашений. Возможно, Гройсман этим не будет заниматься, но это все же не зона ответственности премьер-министра. Премьер-министру надо наладить действенное правительство, надо покончить со скандалами, с демонстративным уходом министров и найти какую-то разумную экономическую линию. Приведет ли это к началу восстановления торгово-экономических отношений с Россией? Думаю, что еще тоже об этом преждевременно говорить. Мне кажется, что Украина находится еще в фазе такого острого противостояния с Россией и в психологическом плане, и в политическом плане. Поэтому вряд ли Гройсман сейчас выйдет за пределы той общей политической логики, которая господствует в Киеве. Но в целом, мне кажется, что эта замена с точки зрения перспектив российско-украинских отношений, во всяком случае, она не негативная. Потому что действительно персонажа более антироссийски настроенного, чем Яценюк, найти было сложно. Поэтому мне кажется, что эта замена либо будет нейтральной с точки зрения отношений между Киевом и Москвой, либо, скажем, снимет вот те некоторые раздражающие моменты и ту целенаправленную линию на разрыв всех и всяческих связей, которую проводил премьер Яценюк. Продолжение следует...